Всем доброго времени суток, друзья. Говорим сегодня о ветке китайских ПТ-САУ. Уже у людей сложилось такое впечатление, после, как говорится, горького опыта, что ветка заканчивается по факту на танках 6 и 7 уровня по этой ветке. Это аналогия к каким-то советским ПТ-САУ, только с большим количеством брони. Вот, взамен этому они чем-то расплачиваются. Так ли это? Давайте разбираться. Начнем с 7 левела, но при этом скажем еще пару слов про 6 левел. 6 левел это обычная нормальная классическая ПТ-шка с адекватным бронепробитием, с разовым уроном 250 единиц, с нормальной подвижностью, полным отсутствием бронирования. То есть, по сути, у нас корпус от легкого танка, соответственно, у нас будет все то же самое, только с пушкой от ПТ-шки и, по сути, все. То есть, машина обычная, классическая, сидеть в кустах или там, если в топе, можно даже где-то попродавливать. По сути, у вас проблем с ней не должно быть. На 7 левеле вы уже получаете Т-34-2, ФТ он называется, то есть, ну, везде будет приставочка ФТ, будем просто называть Т-34-2. Машина тоже на базе уже среднего танка, по факту тоже не имеющая никакой брони. Есть пушка, которая очень похожа на СУ-122-44, только я бы сказал правильно, забаланшена пушка СУ-122-44, вот, потому что я считаю, допустим, уже на сегодняшний день у Сушки надо апать пушку, что надо апнуть в первую очередь бронепробитие, потому что со 175 на ПТ против танка 8-9 левела не особо-то и повоюешь, и ДП мы свой применить, по сути, не можем. Что мы здесь имеем? Пушка, 192 бронепробития, 390 альфа, точность у нас 0.38, сведение 2.56. По оборудованию можно ставить сюда досылатель, сведение, вентилятор. Но, друзья, здесь обзор 360 метров, поэтому я советовал бы вам сюда при такой подвижности ставить оптику, и получится тогда обзор около 406 метров, это по факту без там всяких доп. пайков. И перков на обзор, ну, друзья, 7-й левел, я думаю, у вас будет от силы перк 1.5, то есть будет ремонт, лампочка и там чуть-чуть маскировки, может даже будет 2 перка, это ремонт, маскировка. Вот, поэтому думайте сами. Что у нас в таком случае получается? КД 8 секунд, при альфе 390 ДПМ получается практически 3000, то есть для 7-го левела это запредельный ДПМ, вот, но не такой жесткий, как у Сушки. У нее, в свою очередь, 675 КД при альфе 390, но на 0,1 хуже точность, и у нас получается пробитие 175 на 192. Плюс, друзья, не надо забывать про то, что здесь есть жесткие кумулятивы с 250 бронепробития, которые дадут нам шанс дать отпор танкам 9-го левела. Снаряд летит со скоростью 800 метров в секунду. Данный танк, друзья, открывается за 50 400 опыта. Вся ветка, запомните, на всю ветку все ставится на стоковую гусеницу, то есть, по сути, можете сразу ставить ствол, вот, а гусеницу потом. Но, друзья, гусеница дает вращение шасси, а вся ветка, наверное, начиная уже с 8-го левела, супер таким вот и вращением шасси, и не блещет, вот. Что у нас по пушке? Значит, на Т-34-2 у нас есть вот эта стоковая пушка от 6-го левела, 181 пробитие, 250 альфы, и потом предтоповая пушка. По факту, то же самое, чуть лучше точность и чуть лучше бронепробитие. Она открывается за 17 500, но, как по мне, она здесь не нужна. Она чуть-чуть лучше, чем стоковая пушка, но она не стоит того опыта, который вы в нее вкладываете. И уже топовый ствол, о котором мы поговорили, это 27 200 опыта. Вот, вот надо было сделать просто стоковый ствол и топовый ствол. На стоковый набить на топовый и все, не тратить зря вот эти лишние 17 500, которые смогут потом вам помочь при выкачке танка 8-го левела. Но, по факту, если так решить, как уже мы с людьми поговорили, да, что 6-ка и 7-ка это самые лучшие ПТ на ветке, то 7-ка это, наверное, та машина, на которой ветка это и заканчивается. Дальше будут скачать только люди, которым чего-то хочется интересного, чего-то хочется уже необычного или новых каких-то острых ощущений. Потому что, по факту, как мы уже сказали, это какая-то забронированная аналогия советским ПТ, но она, друзья, недостаточно бронирована уже, как по мне, и намного хуже в подвижности. Так, ну и дальше, друзья, это у нас подвижность. Здесь подвижность неплоха, то есть, смотрите, 16 удельной мощности, 16 лошадей на тонну. Это вот СТ-шки, это нормально. 50 максималка, он ее набирает плавно, то есть до 35, и потом по увеличению. То есть нельзя сказать, что она очень подвижна. И вращение шасси 42 градуса в секунду, это для ПТ даже неплохо, потому что такие ПТ-шки, как типа Челленджер, имеют 30 градуса в секунду, здесь 42. Но вы это как-то вот не так будете хорошо замечать, потому что, друзья, проходимость, все, друзья, в это упирается. Вот, и сказать, что она не маневренна, нельзя. Но сказать, что и супер маневренна, тоже нельзя. То есть по факту нормально, просто обычная подвижность. Не такая, возможно, как вы хотели, как вы его ожидали, но все же. Маскировка, друзья, здесь отличная, потому что силуэт, как вы понимаете, небольшой. При перке маскировкой покраски будет 50,8 в неподвижном состоянии и почти 32% в подвижном состоянии. 50,8 это на 10% меньше, чем у СТ-РВС-1. Ту мы высвечиваем, споткнувшись в нее. Эту, ну, не то, что споткнувшись, ну, если после выстрела, да, там, может, метров со 100-150 она уже будет светиться. Вот, но, опять-таки, друзья, надо учитывать тот факт, что на седьмом левеле больше полтора-два перка у вас не будет. Даже если играть с резервами на опыт экипажа и все же. Броня, как мы уже сказали, ее здесь нет. 70 мм во лбу корпуса, приведенка еле-еле там достигает 115 мм. Вот, то есть пробивается она, наверное, всем, против чего вы встречаетесь. У нас даже не всегда есть возможность протанковать танки пятого левела. Борт 45 мм, он это только борт рубки. Борт корпуса 30 мм за гусеницей, друзья. То есть, по факту, ну, все вас пробивают. У вас вытанковать шансов 0. А хп всего лишь 800. То есть, как мы сказали, подвижность неплоха. Пушка вроде жесткая. Но как ее применять, допустим, внизу списка? Правильно, друзья. Надо играть очень аккуратно и лишний раз вообще не вылазить. В топе можно ли рашить? Я вам сказал, что не рашить. Даже с пятерками надо играть более-менее аккуратно. Выезжать только там, где вы уверены в этом. Выезжать только, возможно, на того противника, который, допустим, ой, отстрелялся. Все, выезжай. Там, пока он на КД, вы 2000 ему дадите. У него останется там от силы 100 хп. Все. Вот, в принципе, вот так. Вот. А как-то хоп, хололейн не получится. Вот. Поэтому машина просто хороша на твердейшую четверку. Она адекватная. Все. Что можно было здесь исправить? Не знаю. Дать хотя бы миллиметров 90 на ВЛД, чтобы мы хотя бы танки пятого левела отбивали. Ну, вот. Ну, и, возможно, ДПМ сделать, допустим, чтобы не 8 сек было КД, а там 7 и 5. Вот. То есть, в любом случае, она почти на одну секунду хуже, чем у Сушки. Вот. Но это чуть-чуть бы, возможно, преобразило данную машину еще жестче. Но это не критично. Восьмой левел, друзья. WZ-111-1FT. Открывается за 76 400 опыта. Вот. В стоке вы получаете, по факту, пушку от нашей семерки. Вот. И там тоже, друзья, есть одна предтоповая пушка, которая копия WZ-120, только с чуть-чуть другим ДПМом. И топовая пушка. То есть, получается, опять-таки, учитываем, да, что у нас все ставится на стоковую гусеницу. Вы открываете на стоковой пушке от Т-34. Предтоповую от WZ-120. Тоже, друзья, понимаете, да, что это 248 бронепробития, 440 альфа и 310 на кумулятиве бронепробития. Она открывается за 44 тысячи опыта. Это предтоповая пушка. Тут надо задаться вопросом, как было бы лучше играть на пушке 7 левела с десятками, девятками, а потом сразу открывать топовую за 66 500. Или открывать предтоповую за 44, а потом топовую. Чтобы проще, допустим, на предтоповой набивался опыт. Ну, друзья, понимаете, если бы она, допустим, стоила 1025, я бы еще понял. Но когда вы уже практически 80% от суммы собрали топовой пушки, то как-то даже жалко отдавать, действительно. А по-другому у вас вариантов нет. У вас пушка в любом случае будет это открываться. Ну, то есть, друзья, понимаете, да, что если вот было по-другому, то варгейминг не был бы варгеймингом. Это то же самое, что поляку 8 левела дали ствол, ну, у него стоковый ствол от семерки. И дали перед топовой пушке дестер. Друзья, на несуществующей ветке дать пушку от советского танка, которая там нафиг не нужна, которая хуже даже, чем стоковая пушка. Но зато 22 тысячи опыта, будь ласка, отдайте, понимаете. Это бред, как по мне. Тут то же самое, вот. Так что, ну, готовьтесь, да, если будете качать данную ветку, чего я уже, наверное, друзья, все-таки советовать вам не буду. Но вы, как смотрите, вы же энтузиасты, вот вы сами для себя будете решать, что вам предпочтительней. Что у нас, друзья, по вооружению уже, давайте представим, что мы уже ее сделали топовой, да. Да, двигло, кстати, тоже 28 тысяч опыта стоит. Двигатель восьмого левела переносится на девятый. Сразу был вопрос, надо ли ставить здесь двигатель, потому что разница всего лишь 50 лошадей. Друзья, подвижностью танки не блещут. И ставьте топовый двигатель, потому что вам надо хоть что-то. Вот. Тем более, если на восьмом левеле откроете, на девятке он уже будет открыт. Тоже, друзья, можете подумать, у двигателя 600 лошадей. Вот на восьмом левеле при весе танка 45 тонн имеет 600 лошадей. И на девятом, где надо, казалось бы, еще больше подвижности, тоже 600 лошадей. Вот. Ну, то есть, печаль. И помимо того, что у девятки там нет еще удельной мощности как таковой, так там еще не будет проходимости. Но мы об этом сейчас еще с вами поговорим. Вот. Представили, что мы топовые. Пушка. Пушка, я бы сказал, она какая-то вот похожа типа на Эктигра. 271 бронепробитие. 560 альфы. Точность 0.34. Сведение 2.39. При КД 11.8. То есть, ДПМ получается у нас 2850. То есть, чуть хуже, чем у семерки. Но это уже не суть. Смотрите, что получается. Да, по факту вы сказали, 560 урона, 270 пробития. Ну, по сути, да, это Эктигр. Но, мужики, такое у вас будет складываться впечатление, что звук есть, а толку нет. Бах, 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 бах. Право-влево, вверх-вниз. Эти точность 0.34, с ДПМ будет 0.32. Вы их вообще как-то не замечаете. По сути, реально, звук есть, а толку нет. Ничего я не понял, короче, если честно. Но, получается так. Если, вот, есть бой, залетает все. А есть бой, не залетает вообще ничего, даже там, где вы должны стрелять. Вот, друзья. И такое чувство, что здесь 270 пробития нету. Вот. Я вам говорю сразу. Вы можете зайти на тест. Вы можете уже, когда откроете, вы поймете, что вы стреляете, вас пробите от 10-го левела, а вы не можете танк 8-го левела пробить. Просто каким-то горохом стреляет данный танк. Вот. Иногда вас будет это очень бесить. Смотрите, что у нас как бы есть. УВН минус 6. Ну, так себе. Верх на 15. Тоже так себе. Здесь у всей ветки, друзья, кстати, я забыл сказать, УГН офигенный. Минус 12, плюс 12. То есть, это даже лучше, чем у какого-то там Абиг-704. Вот. Подвижность. По сути, мы танк не очень высокий. Мы не очень огромен с понятия ВЗ-111. Вы можете понять, что у нас здесь как бы корпус ВЗ-111, да? Примерно все то же самое. 13 лошадей на тонну. Максималка 35. А не те 50, которые у премиума ВЗ-111. Но, друзья, здесь 35. И мы набираем 35. Скажу так, что при наборе скорости проблем вообще никаких не заметил у ВЗ-111. Вращение шасси, ну, конечно, это куда же без этого. 26 градусов в секунду всего лишь. Вот. Но это не так критично. Допустим, это уже будет третий перк уже, я думаю, у вас качаться на восьмом левеле. Попробуйте прокачать король бездорожья. Это вам накинет сразу 2,5 градуса вращение шасси. И подвижность еще станет какая-то вот более поприятней. Он как будто, ну, земли не станет под ногами чувствовать. Тоже ехать не особо быстро, но вы от этого уже говорить по сути не будете. Но, друзья, проблема в чем? Смотрите, у нас как бы пушка от Дехтигра, да? Вот. ХП всего лишь 1000. Друзья, у АИ ТТ-6 910 ХП. У нас 1000. Это очень мало. И получается, что броня. Написано 180 мм. И я сказал, что корпус от ВЗ-111. Но броня не от ВЗ-111 у корпуса. В корпусе ВЗ-111, в ЛД-120. Здесь 100. То есть, приведенка около 200. В НЛД вообще нету ничего. И рубка 180 мм. Маски 195. Возле маски там практически нету... Ну, он как бы есть угол. Но, короче, приведенка больше, чем 210 вы не увидите. То есть, по сути, вас ИС-3 пробивает в силуэт. Улавливаем, да? Пушка от Дехтигра, 1000 ХП. Броней как таковой нет. Что, мать его, делать? Опять, сидеть в кустах ничего не делать? Это, друзья, понятное дело. 95% рандом этим занимается. Ну, а если бой 3-4 минуты? А если мы, типа, как бы, 15 на 15 восьмерок? А что тогда делать? Тоже рашить? Да, друзья, тут в таком случае только подрашивать. И, как я вам сказал. Вот, допустим, Т3-4-2 не прощает ошибок. ВЗ-111 это машина, которая не прощает ошибок. И выезжать. Представьте, у вас 26 градусов в секунду вращения шасси. Представляете, что вы сейчас за спиной какого-то союзного ИС-3. Перед вами стоит такой же ИС-3, который на КД. Вы выезжаете. Поставляете весь корпус. Отстреливаетесь. И заезжаете. Это уйдет на этот секунд 7-8. То есть, могу сказать так. 1000 хп. Нет вращения шасси. И нет достойного бронирования. Оно, понимаете, оно для какого-то, ну, 6-7 левела, может, неплохое. Но уже для восьмерок вы его не будете замечать, этого бронирования. То тут получается, что человек иногда будет ломать голову. Как ему лучше сыграть? Как штурм или сидеть в кустах? Сидеть в кустах может не хватить времени. И нет подходящих карт. Штурмовать не позволит бронирование количества хп. Ну, вы просто подумайте. 1000. 1000 на 8-м левеле. Это жесть. У ИС-ушки уже даже 1200. По сути, понимаете, у машин, которые вот такого типа не имеют башен, у них должно быть минимум 1300. Почему? Чтобы хотя бы раз выехать целенаправленно, спецом принять тычку. И все. А сейчас даже хочешь ты принимать, не хочешь, ты будешь принимать. Это буквально 2 выстрела какого-то там, не знаю, Т-34, прототипа, Т-3, все, вы ваншотный, у вас 100 хп. 2 выстрела всего лишь, это 10 секунд времени. Вот. Поэтому, друзья, играть надо очень аккуратно. Изначально надо думать, как вам лучше поступить, проехать союзниками или сидеть в кустах. Вот. Поэтому, как мы уже сказали, хп нет, броня недостаточная. Пушка как бы отличная должна быть, но на самом деле, на практике вы этого не заметите. Подвижность нормальная, претензии я к ней все-таки иметь не буду. Вращение шасси, ну, друзья, это ПТ. Вот. Надо как-то пробовать это нивелировать. Допаек, можно ли сюда ставить? Ставьте. Но, опять-таки, корпус ВЗ-111 и задняя часть, это двигатель. Баки по КД вылетают, боекладка по КД и гореть вы можете тоже, в принципе, по КД. Что по маскировке? Да, ну, так себе, друзья. 35% у нас в неподвижном состоянии, 22% в подвижном состоянии. Так что машина-восьмерка, она такая, на 3,5. Могу сказать так, привыкнуть к ней, вы ее будете проходить довольно-таки, ну, плюс-минус. Но, скажу так, я не советую, еще раз повторяюсь, не советую качать данную ветку в 2019 году. Так что вы, в принципе, думайте. Девятый левел, ВЗ-111, ГФТ. То есть, без единички только добавляется ГФТ. По факту, это уже не до десятый левел. То есть, это очень хорошая аналогия Эмиль-2 Кранваген. Это 50-120, 50-Б, ну и так далее. Вот, что здесь? Это у нас, по факту, уже будет пушка в топе от десятки. Но, друзья, до этого надо еще добраться. Как мы сказали, все ставится на 100 гусеницу. В стоке у этой ПТ пушка от восьмерки. То есть, понимаете, 560 урона, 270 бронепробития. Представьте просто себе на секундочку. Этот Икарус зеленого цвета, не имеющий подвижности, с пушкой от восьмого левела. ХП неплохо, 1800. То есть, понимаете, если заранее отвечать на вопрос. А есть ли здесь броня? Против, ну, восьмого левела, да, есть. Против уже девятого нету. А размеры огромные, очень огромные. Маскировка есть, да, особо нету. Не, ее можно сделать более-менее адекватной. Короче, друзья, скажу так. Девятый левел это худший танк на ветке. Это пипец. В стоке вам хана. Представим, опять-таки, вакуум. Вы сделали его топ. Топовая пушка, друзья, за 67 тысяч опыта. Это она типа от десятки. Ну, аналогично. ТТХ, понятное дело, будет хуже. Но сам факт, пробить альфа оттуда. Вот, двигатель, тот, который мы сказали, переносится с восьмого левела. Вот, и гусеница 23 300. 23 300. Я, друзья, все-таки начну с подвижности, потому что здесь надо сакцентировать внимание. 11,8 удельная мощность. 35 максималка и вращение шасси 27 градусов в секунду. Заранее забегая, отвечу. 11,6 удельная мощность. У десятого левела и максималка 38. Но вращение шасси 32 градуса в секунду. То есть, получается, что уделка у девятки еще хуже. Максималка там на 3 км. Меньше, но это не критично. И вращение шасси хуже. То есть, стоп. Коль, ты намекаешь, что 10 левел будет еще слоу почный? Не. Вот в чем вся фишка. Уделка лучше. Но, друзья, то, что я вам всегда говорил. Нету этих параметров, которые роляют. Понимаете? Точность сведения даже не так роляет, как стабилизация. И максималка уделки это все говно, если нету проходимости. Так вот, друзья, проходимость у девятого левела на 35% хуже, чем у десятого левела. И вы даже в топе. Король бездорожья, виртуоз, боевое братство, доп. паек, вентилят, да все что угодно. Мазывайтесь как хотите. Вы ехать не будете. Вы просто будете, как гроб на колесах, и все. Высветить будет эту машину, даже если с фул в качестве маскировкой, будет, друзья, до 30%. 30% это объект 263. И в подвижном состоянии, то есть, грубо говоря, вы едете, будет 20%. В любом случае, если вы будете рядом с какой-то советской ПТшкой стоять, высветят в первую очередь вас. Вот. И горта по вам попадать будет только вот в путь. И она вообще вот только скажет спасибо. Вот. За 1800 хп, которые дали вам разрабы. Ну, по меркам ПТ-9 это нормальное количество хп. Вот поэтому и говорю, что это слоу-почная штука. Изначально, как мы сказали, это забронированная налогия советским ПТшкам. Друзья, 240-250 приведенка в самой максимальной вот... Вот все. Это самое крепкое, что есть у нас во лбу. У нас в ЛД очень под диким углом. Да, оно будет рикошетное. Но по факту он будет бить или просто в силуэт, или в НЛД. Силуэт вас будет пробивать, ну, любая ПТ-9. Любая ПТ-9. Может даже ПТ-8, типа ИСУ-152, если пойдет на бронепробитие. Ну, вот. И любой, понятное дело, фугас. Это от арты обычный фугас. И подкалибр с кумулятивами. То есть по факту вы танкуете все, что до пробития 260. Это танки 8-го левела на ББ. 9-го левела на ББ. И все. Ну, друзья, давайте будем честны. Какой у нас сегодня сетап? Правильно, больной сетап. Хоть это и 9-й левел, это вроде нормальный баланс. Вот, но скажу честно. Я бы тех мук, допустим, которые вы будете чувствовать в стоке, там, в прокачке в топ. Оно вам не надо. Друзья, сейчас даже на имбах играешь. И в этом балансе ты не понимаешь, что делать, что я здесь забыл. А на этой машине у вас не будет вообще никакого даже подобия на какое-то удовольствие. Понятное дело, что это удовольствие фантомное вообще слово. Надо забыть про него в этой игре. Но сам факт. Давайте поговорим за вооружение. Как мы сказали, это аналогия 10-му левелу. 290 пробития. Получается лучшее пробитие на 9-м левеле, потому что ТТХ десятки. 750 альфа, точность 0.37, сидение 2 секунды. Такой же УГН. Минус 12, плюс 12. Минус 6 вниз, 15 вверх. Пушка опускается. Вот. ДПМ 3000. То есть у нас КД получается 14.86, при Альфе 750. Ну, это нормально. То есть по факту это нормально. Даже у Т95 там будет около 15 секунд. 15.5. Вот. То есть пушке можно сказать, что претензий нет, кроме одной. Это сведение. Правильно. Стабилизации как таковой нету. Сведение 2 секунды превращается в секунду, наверное, в 6 на дальней дистанции. На средней дистанции, это вот допустим, как там в конце боя этого будет продемонстрирована стрельба по АБ-430. Ну, вы увидите, да, что кольцо такое немаленькое. И оно постепенно сводится. То есть, ну, как бы казалось, ну, ПТ-9 типа, ну, сведение, да, сведение. Ну, блин, друзья. Это, ну, знаете, так, вы серпите бой 2-3. Потом это все будет в кучку складываться, и вы будете от этого просто гореть. И еще, друзья, самое главное, что я не сказал про бронирование. 200 мм-то у нас по паспорту, и да, перейдем-ка там около 250-260. Борта 80 мм. Вот за что я говорю, что вас в любом случае будут пробивать танки 8-го, 9-го и 10-го уровня. Значит, просто моделируем ситуацию. Вы встали, спрятали НЛД, и у вас торчит только рубка. Вы попытаетесь, допустим, при том, когда на вас выезжает какой-то Т-30, рамбануть, чтобы увеличить приведенную броню вашего лба, да, чтобы был шанс плитой лобовой танкануть Т-30. Но, разработчики, отдельное спасибо, я им просто похлопаю. На огромном сарае, высотой в 4-х этажный дом, получается, борт, он как огромная стена, он как отбойник. Там 80 всего лишь миллиметров. И они сделали скулы, которые заходят с борта на лоб. И получается, когда вы рамбуете, вы поставляете эту 80-мм скулу под прямым почти. 80 мм, это, друзья, борт Тигра. Чего пробиваете борт Тигра? Правильно, пальцем. Тут то же самое. У вас как бы есть много брони во лбу корпуса, но у вас нету брони в скуле и в бортах. Если бы хотя бы в скуле было миллиметров, ну, 200, ладно, тоже так же, а сам борт 80. Ну, 80, алло, 80, это очень мало. И вы, получается, как бы, хотите лучше для себя. Но игра говорит, какой лучше, ты чё? Вы играете через, как бы, рамбуя, при этом вы на КД, чтобы танкануть какой-то Т-30. И вы поставляете скулу, который не только Т-30 вам напихнет, а даже дестер вам туда напихнет. Потому что приведенка будет около 130-140. Но я вам сказал, борт Тигра, там нет приведенки. Даже если он будет танчить этим бортом. Только под диким углом. Под диким углом, это когда чётко на вас смотрит это ПТ под 90. Но тогда я вам сказал, такая машина, как Т-30, будет просто вас пробивать в силуэт. И, получается, куда деться, как играть на этой машине, непонятно. Продавливать, да, вот, мужики. Вот в этом бою она что-то там пыталась танковать, хотя и тут её насиловали. Она будет показывать себя безупречно в плане брони. Плане брони, подчёркиваю. Только с танками, там, 7-го, 8-го. То есть в диком топе. Просто в диком топе. И то найдётся какой-то ОНИ, какой-то УХО, какая-то ОРТА и какой-то кумулятив Объекта 416, который вас просто будет расчленять в ЛД. Ну, просто в лоб. Вот. Поэтому я говорю, друзья, что, как мы сказали, 6-й, 7-й левел, это, по факту, адекватность, на котором заканчивается данная ветка. 8-й левел, ещё на любителя. Я уверен, будут писать, там, коль восьмёрка нормальная, мне понравилось. Окей, ради боя сказал, хотите качать, хотите нет. Я вам просто рассказываю, как оно было. И как оно будет. Вот. А уже начиная с 9-й левел, это борода. Вот, поэтому уже из-за неё я бы не советовал качать танк 10-го левела. Друзья, WZ-113, GFT. Танк 10-го левела. Вот. И получается, как мы сказали, это улучшенная версия танка 9-го левела. По сути, это так. Я, друзья, сейчас буду, как бы, ну, опять-таки, разбирать каждую полку, каждую ТТХ. Но, всё-таки, будет, что сказать, не в защиту данного танка. Значит, поехали. Вооружение. Тоже, как мы сказали, 290 пробития, 750 альфы. То же самое, УВН, УГН, плюс 12, минус 12, минус 6, 15. Точность 0.35. Это без ДОПК, с ДОПКом 0.33, что уже хорошо. Сведение такое же, но стабилизация приятней. Что у нас по броне? Если у девятки 200, то тут, друзья, 230. Улучшает ли это картинку? Нет, друзья. Потому что на 10-м левеле баланс ещё хуже. 15 на 15 десяток. 8 ПТ, которые пробивают вас силуэт. 3 арты. Галтэйский. Ну, короче, Хавайся называется. Вот. Поэтому, вот, смотрите. Улучшение вы получаете какое? Первое. Это 30 мм на лоб. И при енке уже будет около 290-300. То есть, опять-таки, фугас наносит 100% урон. Кумулятив за 300. У вас шанс здесь танкануть, только по ходу под калибр И7. И, возможно, кумулятив кранвагна. И то, это надо уже пытаться как-то танцевать. Но, если будете пытаться мансовать право-влево, то вас, опять-таки, будут убивать в ту же самую, друзья, скулу 80 мм. Которая ещё под благоприятнее углом. То есть, на 9-м левеле она более так, ну, более под скосом. На 10-м левеле она ещё приятнее угол имеет. То есть, по сути, ромбовать ещё будет хуже на данном танке. НЛД у нас не имеет никакой перейдённой брони. В ЛД, друзья, ВЗ-113, у которого 120 мм. Тут какого-то хрена 100 мм. И оно перейдёнку имеет около 200. То есть, танковать на данной машине будет печально. Маска даже имеет перейдёнку около 310. Меня бабаха, бабаха пробила в маску. Алло. Вот. То есть, тут, говорю, броня, она как бы, ну, сами понимаете. Ну, любой человек понимает, что в 2019 году брони нет. Ну, надо же её разобрать. Она то, по факту, здесь как бы есть, но вы её просто не пользуетесь. Иногда тоже, да, вы будете это отбивать. Танки там до 280 пробития, до 290 только лбом. В ЛД и ВНЛД будут пробивать стопудово. Есть лючок на крыше. Он маленький, согласен. Там прийдёнка около 120. Вот. То есть, туда будут пробивать. Но попасть туда очень сложно. Вот. Подвижность. Как мы уже сказали. Удельная мощность на 0,2 хуже, чем у девятки. Это не критично. То есть, 11,6 уделка. 38 максималка. 32 градуса в секунду вращение шасси. Но проходимость на 33% лучше. Мужики. Без звезды. Говорю. Данная машина набирает максималку. Данная машина едет. И она относительно ещё нормально вращается. То есть, для такой бандуры, для таких размеров. Представьте. Вот представьте, у вас по улице дом едет. Двухэтажный. Вот примерно то же самое будет. Не, это не Икарус. Икарус это ещё комплимент для данного танка. Вот. То для таких размеров подвижность нормальная. Она нам... Боже, я вам клянусь. Если вы с девятого левела пересядете резко на десятку. Господи. Вы как будто на ЛТшку сядете. Я вам честно говорю. Вот. Сведение здесь тоже, как бы я сказал, 2.09. Но уже стабилизация приятней. И сведение уже кажется, ну, такое, ну, обычное. Терпимое. То есть, не то, что вот, допустим, как на китайской ПТ-7. Там, боже, там секунд 6. А тут как-то, ну, вот нормально. 3-4 секунды. Поверьте. Это нормально. Вот. Будет момент, допустим, как ехал ФВ и Шкода. Буквально ляп, там, секунда 2-3 и стреляй. Полез снаряда у нас, друзья, очень печальный. Это надо было сказать еще на девятом левеле. Но, друзья, пушка одинаковая. Вдумайтесь. На ПТ. 760 метров в секунду. Что? 760. У нас есть неплохой УГН, как мы уже сказали, минус 12, плюс 12. Но это, друзья, нам не поможет. Нам надо брать упреждение не из-за УГНа лучше, допустим, как на каком-то там, может, Е3, а из-за скорости полета снаряда. Нам надо сразу взять корпуса 3, на корпус 1,5 свестись и на корпус 1,5 отправить снаряд. То есть, это стрельба на дальнюю дистанцию на этих ПТшках 9-10 левела. Это пипец. Это невозможно. Вот. То есть, если вот так уже брать и обобщать, плюсы данной машины. Это нормальная подвижность для таких размеров. Это неплохая пушка в целом. ДПМ-3200. Точность адекватная. Стабилизация. Неплохое сведение адекватное. Вот Альфа 750 обычное. Пробитие 290. Ну, получается, что это худшее пробитие среди ПТ-10, наверное, не считая гриля. Ну, неважно. В любом случае, оно офигенное. Кумулятив. Это, наверное, почти один из самых жестких в игре, не считая Яги и Фаша. Это 395 мм в уровне пробития. Вот. УГН, короче, отличный. Броня, друзья. Лоб. Можно ли отнести лоб к плюсам, друзья? Ну, я даже не знаю. То есть, по сути, до 290. Ну, как бы, да, классно, жестко, прикольно. Но, друзья, есть ли аналогия данной машине? Если мы говорим за Альфу 750, если мы говорим за такое же пробитие, если мы говорим за практически те же самые ТТХ, только, допустим, мы едем не 34, а, допустим, 25, но у нас действительно есть броня, то, друзья, я бы выбирал лучше Е3. Но, я не советую Е3, потому что лучше остаться на Т95. Е3 я не советую по той причине, что на 10 лвле неиграбельный баланс. Вот часто люди на стрим приходят, Коль, что ты играешь на 7-9? Да потому что вы играли, говорю, на 10-9. Там невозможно играть. Я разошел на бабахи. 10 ПТ, 3 арты, 2 обычных танцы. Ёхан и бабай, куда? Не-не-не, я только без меня. Вот. Поэтому я говорю, друзья, что эта ветка не нужна из-за девятки. Десятка приятнее, чем девятка, но в том балансе, который сейчас, да, ну его в пень. Вот. Поэтому, друзья, вот у нас есть Т95, у нас есть Т30, у нас есть какой-то там борщ, вот, там СТРВ какая-то. Туда, друзья, смотрите. А сюда я даже не знаю. То есть я уверен, что в любой ветке найдется свой какой-то там фанат. Но здесь фанатов будет, ну, 15%, ну, 20%. А тем более, если человек смотрит, который только пришел в игру, друг. Нет, нет. Сюда, на эту ветку, друзья, как я говорил, с веткой поляков. Когда у вас уже все выкачано, когда уже не знаете просто, чем заняться в этой игре, хотите, мучайтесь, качайтесь. Но с нуля даже не думайте. Топ-3 веток ПТ-10 был. Вот туда. Идите, смотрите. Топ-3 веток ТТ, СТ, все, друзья, было. Смотрите, как говорится, качайте адекватность. Потому что, я вам еще раз повторяю, даже на хороших танках, на имбовых танках, нынешнем неиграбельном балансе и то сложно. А вы представьте, на неиграбельном балансе это еще и неиграбельный танк. Ну, это комбо. Это Т-37, это джекпот. Вот. Поэтому, друзья, надеюсь, вы меня поняли, что данная ветка, это, наверное, не туда. Частый вопрос. А качать, допустим, вот как Т-29. Знаете, вот Т-29 выкачивают, а дальше не идут Т-34-2. То есть выкачать лишь шестерку и семерку. Просто так, я не знаю. Есть ли аналогии танки Т-34-2? Аналогия танков. Да, наверное, нет, но это СУ-12-2-44. Только это поприятнее бронепробитие, чуть лучше точность. Вот. Поэтому, друзья, ради семерки. Вот тут уже как хотите, честно. Дальше не надо. Восьмерка ли? 50 на 50. Это если не хватает уже такого чего-то непонятного. Может, у вас просто будет надежда на то, что пушка Техтигра и у вас на этом танке получится. Но я вам говорю, это пушка-хлопушка. Звук есть, толку нет. Пробитие есть, вы нихера не пробивайте. Вот. Поэтому, короче, все, друзья. Не буду расслабольствовать. Вам удачи. Берегите себя. Всех благ. Спасибо. Пока. Пока.